Продолжается программа «Разворот на бизнес». Здесь студия Олег Прохоренко и Светлана Занько. И наши гости Владимир Колпайщиков, коммерческий директор компании «Автокомфорт», Михаил Комаров, представитель автосервиса «Часпик» и Артём Печенин, представитель автосервиса «Сервискар». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». А тема наша сегодня – сбор всех частей, так мы назвали. Легко ли развивать бизнес на ремонте автомобилей в Кирове? И уже в первой части достаточно подробно поговорили о том, в каких направлениях, с какими клиентами работают наши гости сегодняшние. Но хотелось бы поговорить еще о тенденциях рынка в целом. И начнем даже то, что не успели проговорить. Это очень важно. И у нас, по-моему, как раз лидирует этот пункт в вопросе, что люди идут на мастеров. Да, напоминаю, что на сайте хакерово.ру и в группе ВКонтакте есть опрос, чем вы руководствуетесь при выборе автосервиса. По-прежнему лидирует ответ «Знаю мастеров» более 70%, голосует за этот ответ и 0% указывает, что низкими ценами. Поровну разделились оставшиеся баллы между отзывами в интернете, близостью к дому, работе, широкому спектру услуг. Но вот мы до перерыва действительно решили поговорить, начать второй час с трудовых ресурсов, так скажем. И если уж говорить о тенденциях рынка, о которых мы сейчас поговорим в этом часе, это кроме потребности в высококвалифицированных трудовых кадрах, повышение качества выполняемых работ и уровня сервиса, связанное с тенденцией внедрения единых стандартов обслуживания. Я не очень понимаю, какие именно единые стандарты имеются в виду, но спросим у наших гостей. Развитие сетевых автосервисных комплексов, к этому мы тоже придем, то есть от частного к общему, или умрем все и останутся только федеральные сети. Какая-то такая история. Рост потребностей в технической более совершенном обслуживании связан с усложнением конструкции выпускаемых автомобилей, и влечет ли это за собой, например, необходимость дополнительного оборудования, сложности с покупкой запчастей, взаимодействия и прочего. Итак, что касается трудовых ресурсов, то давайте начнем с Владимира Колпачикова. Автокомфорт. Вы занимаетесь, напоминаю, установкой дополнительного оборудования. Вот что касается установки дополнительного оборудования, оно усложняется ли в последнее время, какие новые требования возникают, и как вы в связи с этим работаете над набором персонала или обучением сотрудников, которые у вас? Ежедневно. Ежедневно усложняется, ежедневно работаем. И это вообще, в принципе, основная такая стратегия компании, чтобы все время увеличивать и увеличивать, улучшать качество. Соответственно, сейчас, если взять рынок ГБО, к примеру, то газобаллонная оборудование, все верно, да, наверное, так было проще. Все еще слышали, знают про второе поколение. Сейчас из четвертой, пятой, шестой анонсируется. Хотя у нас еще очень многие в нашем регионе ездят на втором, грубо говоря, на втором поколении. И чтобы взять специалиста, который умеет ставить, тем более обслуживать оборудование современное, ну, это почти невозможно. То есть мы берем специалисты, которые что-то понимают в машинах, это уже хорошо. Дальше, соответственно, мы обучаем его своими силами, дальше мы обучаем его силами завода-производителя, то есть отправляем его либо в Москву, в столицу, где, соответственно, находятся основные представители там завода. Ну и так далее, и так далее. И так с каждым специалистом приходится вкладывать очень много времени, сил, средств в обучение одной единицы. У вас большая ли текучка кадров? Вот вы обучили, и потом человек куда-то уходит конкурентом или пытается собственное дело открыть? Действительно, есть такие случаи с автокомфортом, когда ребята после того, как обучились у нас в СИМу, пытались открыть свои сервисы. И даже один такой есть. Сервис действительно так. Но в реальности, поскольку у нас есть конкуренты, естественно, на нашем рынке, но они, возможно, чуть поуже, да, у них какая-то спецификация, то есть кто-то занимается критеринговой баллонной обороны, кто-то тахографией, кто-то занимается рефрижераторами, то мы занимаемся всем. И в свете какого-то отношения, может быть, лучшего к специалистам, может быть, наших зарплат, ну или, наверное, всего вместе вкупе, у нас специалист, который работает у нас 15 лет, есть, которые 10 лет работают. Мы можем поговорить об уровне зарплат на вашем предприятии, средняя зарплата какая-то и, может быть, топовая? Слесаря имеется, именно установщика. Давайте, скажем, среднюю все-таки в топ мы пока ходить не будем, но средняя это 50-60. Это почти в два раза больше, чем средняя зарплата по Кировской области. Естественно, ставим достаточно дорогое дополнительное оборудование, естественно, специалисты квалифицированы, естественно, приходится, наверное, не так, не приходится, а мы платим за высококвалифицированную работу хорошими деньгами. А загруз человека, который работает в вашем сервисе, то есть какой режим дня у него? Достаточно стандартный, с 9 до 18 работают наши сервисные центры в большинстве случаев и, соответственно, обычную стандартную пятидневку. Есть круглосуточные услуги? Нет, пока нет смысла. Бывают сверхсрочные, сверхкрупные контракты, они в основном связаны с какими-то законодательными вещами, как с патахографией. И там, да, мы можем выйти во вторую смену или работать в выходные. Но это не так часто бывает. Артем, а у вас какова политика относительно кадров? Ну, относительно кадров, хотелось бы рассказать небольшую предысторию вообще нас. Меня, в частности, и периодически приглашают на выпускные, которые у нас проводят специализированные учебные заведения, где студенты рассказывают о себе, готовят какие-то работы дипломные и так далее. На одной присутствовал. Вот, пообщались, побеседовали все. И достаточно умные, сообразительные ребята, которые там выступали. Я прямо взял микрофон и сказал, что я с удовольствием с каждым из них побеседую. Мы обменяемся контактами, обменяемся телефонами. И тема той встречи была именно, что как найти работу студента, когда у него нет опыта. Первый вопрос, который касается нашей тематики. Опыт работы есть, а опыта нет. Ну, откуда он у него будет, если он только отучился. Все, спасибо, до свидания. Ну, в большинстве случаев. Потому что обслуживание автотранспорта, это дело очень важное и касается безопасности. Конкретно людей. Поэтому просто так, кого в машине никто не будет допускать. Вот. И что вы думаете? Я прождал 10 минут. Никто не подошел. Была полная аудитория людей. Были спикеры, которые выступали. Никто не подошел. То есть, выпускники специализированных СОСов, да, специальных учебных заведений, презентуют, заканчивают их, презентуют себя, но, то есть, не идут трудоустраиваться. Не идут. Не идут. Я думаю, что, скорее всего, это учатся для галочки, либо там для себя, образно говоря. И все-таки это тяжелый труд. Работа мастера, работа механика, это грамотный, тяжелый труд. Чтобы ее овладеть, это надо прийти не один год. Это действительно кропотливо. У нас автомобиль, сегодня вот на каких машинах мы ездим, это точный механизм, который себя связывает и механику, и электрику, и все. Тут надо быть грамотным специалистом, проходить обучение. У нас сейчас, в данный момент, которые заведения имеют право обучать, у нас, ну, извините меня, там двигатели 80-х годов, они разрабатывают там, и все это объясняют, как он работает. Зачем? Зачем это вообще делается, когда те системы, они уже не используются вообще физически. У нас таких машин тоже практически нет. У нас проблема существует в том, что выпускники, они учатся ведь за государственные счеты. Это бюджетные места, а, соответственно, они учатся, сколько, наверное, 3 года где-то так в СУЗе за бюджетный счет, и потом не идут работать под специальность, а ищут какую-то другую работу. И потому, что для того, чтобы стать грамотным, во-первых, образование не соответствует запросам рынка. Во-вторых, если вы готовы брать студентов на подготовку, уровень зарплат будет сразу невысокий, и это их тоже... Здесь очень важна стажировка, практика, потому что понятно, что оборудование там не угонишься. СУЗы точно не угонятся, но... Это факт. Есть ли у вас возможность человеку, который хочет приобрести... Я бы даже тут сказал бы, зависит от желания. Вот если человек желает и хочет этим заниматься, то он хотя бы получил базу и идет обучаться куда-то дальше. Но на первом образовании обычно все заканчивается. То есть, по сути, есть у студентов возможность параллельно учиться и стажироваться в каком-нибудь сервисном центре? Или вы таких взяли бы, да, если горящие глаза и мозги проноски? Мы с удовольствием берем. Вообще, с людьми с ним всегда можно пообщаться, побеседовать, когда он хочет работать. Самое главное, человек, это его желание. Если он желает и он хочет, обучиться можно всему. Артем, а тогда все-таки кто тогда ваши специалисты? Откуда они к вам приходят? Средний возраст, может быть, опыт образования? Это, в первую очередь, те специалисты, которых мы сами взращивали из года в год и которых мы дообучаем. То есть, мы уже несколько лет ездим на автовыставки в Москву, где именно автокомплектующие оборудования для автосервисов презентуют многие компании в России и из других стран. И, конечно, видя новую тематику, интересную для нашего региона, интересную для себя, в которую мы готовы вложиться и продвигать ее здесь, мы договариваемся и обучаем людей непосредственно, которые приезжают, обучаются там. Мы у них приобретаем оборудование и у нас уже готовы специалисты здесь. Средний возраст ваших специалистов? 35. Мужчины? Мужчины. Но моложе нет, очень мало молодых парней, именно что. В основном это 30-35 лет. Но и с каким образованием приходят? Среднее, высшее, специализация, среднее специальное образование? Именно кто сам крутил гайки, и именно кто хочет дальше расти и что-то узнавать. И средняя зарплата у вас в сервисе? У специалистов? Различная. Ну, поэтому мы берем, как договорились уже, с Владимиром в среднюю. В среднюю сейчас, ну, это от сезонности зависит и от всего. То есть она по сезону может приняться? Конечно, конечно, я сейчас могу просто голословно быть и меня не поймут. Ага, Михаил. А штрафуете сотрудников за какие-то... Ну, мы не такие драконы, чтобы сразу же штрафовать. Михаил, согласны ли вы с Артемом, что выпускники СУЗов слабо идут на работу, не проявляют инициативы? И тогда почему все-таки это происходит? Я бы вот хотел, да, немного добавить Артема. У меня был определенный период, когда я сам отбирал кадры. Это было очень интересно. Вот он правильно говорит, никто даже к нему не подошел. Очень логично. Когда ты разговариваешь с человеком, беседуешь с ним. Да, беседа длится там условно уже 30 минут, час с кем-то беседуешь. И есть некоторые вопросы, которые всегда задаешь там. Ну вот, сколько бы ты хотел зарабатывать? Представляете, вот приходит на самом деле выпускник там даже в УЗА, не СУЗА, то есть, и он называет цифру 100 тысяч. У нас тут. В Кирове это вообще вполне нормально, причем было. Для меня это было шоком. Я не знаю, какие-то цифры берут, если честно. Мы в Кирове все-таки живем. И следующий мой вопрос был, а что ты вообще готов делать и чем ты будешь заниматься? Вы представляете, что отвечают люди, закончившие ВУЗ? Они отвечали за компьютером сидеть. Класс. Вот здесь мы должны прерваться на полминуте, чтобы переварить эту информацию. И продолжим разговор с нашими гостями. Доложаем разговор. И Михаил Комаров, представитель автосервиса ЧАСПИК, сказал, что выпускники СУЗов и ВУЗов, выпускаясь из своих учебных заведений, не имея опыта работы, сразу заявляют достаточно высокие требования по зарплате, достигающие 100 тысяч рублей. И тогда как вы выходите из ситуации? Во-первых, зачем вы идете и знакомиться с этими выпускниками? Во-вторых, кто теперь составляет все-таки костяк вашего? Давайте я расскажу о нашей компании, как все было, как все начиналось. Я в бизнесе, как уже говорил, более 15 лет. И я прекрасно представляю этот рынок труда, очень большое знакомство. Ну, вообще этот пласт, скажем так, он весь на поверхности. Он уже много раз просмотрен, кто-то отброшен, кто-то наоборот выловлен, скажем так, сетями отсюда из этого пласта. И как формировались мы? То есть открывая предприятие, я прекрасно понимал, что мне нужны очень сильные профессионалы. Это костяк. Кто-то сразу изъявил желание работать с нами. Это были проверенные люди, которым я доверяю, которых я знаю кого-то больше 10 лет, и на которых можно было всегда опереться. Кого-то, ну, что да, греха таить, пришлось переманить, чтобы сформировать вот как данность. Когда у нас был костяк, я понимал, что теперь мы можем стартовать смело, уверенно в любой деятельности автосервиса. Подговорные мастера есть, подмастерьев можно... Совершенно верно. И тут мы начинаем дальнейшую работу, да. Проще, тут опять же я, наверное, соглашусь с Артемом, проще выучить человека, заставить его думать, как тебе надо, чем взять готового и переучивать. Костяк есть, да, вот они. Я их знаю, да, я знаю там 10 лет этот костяк. Он работал, я прекрасно представляю, что они умеют, как они это делают, что они могут. На них можно опереться, они не подведут никогда. И в дальнейшем этот костяк уже обрастает специалистами, начинающими, которые, глядя на них, учатся и достигают определенного мастерства. Но, получается, если выпускники вузов и СУЗов не идут, получается, приходится переманивать с других мест? Это мы говорим о костяке. Ну, есть какой-то процент, да. Но вот по СУЗам я согласен. Наверное, вообще какая-то проблема серьезная. И правильно, там, вот, наверное, учат до сих пор, на примере ЗИЛ-130, я сам когда-то в школе еще был УПК, там, для меня это было, ну, какие ЗИЛ-130, там. А именно тот еще стоит, кстати. А, вот все-таки он же, да, ну, он тебя помнит. Он меня отлично. Я тоже его помню, кстати. Средний уровень зарплат в вашем сервисе для специалистов, кто у вас работает? Для специалистов, ну, давайте, наверное, говорить о сумме 40-50 тысяч. Тоже примерно так, как в автокомфорте. А вот если придет начинающий, если подмастерия, ему с каких позиций нужно стартовать? Ну, мы всегда, то есть у меня какое правило? То есть мы, чтобы человека не отпугнуть, я называю ее так, мы даем некую несгораемую сумму. Понятно, что он учится, вот, да, тебе, вот тебе X рублей, ты всегда их получишь. Не в разнице, там, у тебя испытательный срок пока или то-то. Ты всегда не умрешь с голоду, у тебя будут деньги. Но теперь ты должен показать, что ты умеешь. И как долго вы смотрите на то, что он готов? Три месяца, это необходимый срок стажировки, конечно. То есть мы просматриваем. Но, я опять же говорю, мы даем всегда X сумму, ну, в зависимости от специальности, то есть на которую он приходит, то есть что он делает, что он умеет. Ведь приходит кто-то, да, вообще, то есть он пустой, никогда не умел, но, как и отмечали мои коллеги, я хочу, я научусь, я буду это делать. Либо же это уже какой-то хотя бы более или менее сформировавшийся специалист, где-то поработавший. А есть специализации по маркам, по брендам автомобилей? Или все равно человек, который занимается двигателями, он может делать все? Во-первых, да, есть некая специализация. Ведь кто-то занимается электроникой автомобиля, кто-то занимается больше двигатель, коробка. Нет, но специализация именно по видам работ, а не по маркам. Больше относится к видам работ. Хотя кто-то работает с премиальным брендом, кто-то работает со средним сегментом. Естественно, это градация существует везде, то есть кому что ближе, кто лучше в этом разбирается. Вот что касается персонала сейчас, кадров, о которых вы говорили, есть такое ощущение, что рынок не переполнен кадрами, скорее кадровый голод все-таки существует. Так? Да, согласен полностью. Естественно, приходится, как правильно сказали, иногда переманивать, создавать какие-то прямодельные сайты для поиска кадров, причем и искать всеми возможными путями людей, то есть постоянно отбирать, 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 и там из десяти человек, слесарей, которых возьмешь на стажировку, один-два в итоге могут остаться, которые действительно хотят работать. Это сейчас самое, наверное, сложное на рынке. Все хотят получать деньги, но работать не хочет почти никто. Это интересная история, учитывая, что специалисты говорят, что по количественным показателям рынка России, рынок услуг автосервисов в ближайшие пять лет будет расти прежде всего за счет увеличения числа автомобилей. А что касается рынка в Кировской области, ну и в городе Кирове, наверное, все-таки сосредоточимся, у нас этот рынок заполнен или есть ниши, и есть возможность выходить автосервисом, открывать новые точки, расширяться? Может быть, специализированный, это как автокомфорт. Давайте проанализируем рынок Кирова. Пожалуйста, Михаил Комаров. Нет, возможность есть, безусловно, всегда. Тут в этом нет никаких проблем. Мы же уже это отмечали, то есть мы работаем над лояльными клиентами, мы загружаем свои площади. То есть площади, когда у вас загружены под завязку, вы куда идете? Вы расширяетесь, то есть клиент не хочет ждать. И в Киров вполне перспективен для данного направления. Я не вижу здесь каких-то огромных препонов, то есть как и в любом бизнесе, то есть который даже вот мы разбирали в перерывах. Но я думаю, что... Мы разбирали в перерывах пекарни, которые говорили в прошлой программе. Да, что они на каждом шагу, ну и опять же, вы сами говорите, что заявки подаются и подаются, и подаются. Ну, рынок автосервисного обслуживания, он малорентабелен, надо все-таки об этом говорить. То есть если кто-то говорит, что это какие-то золотые горы, ну, наверное, он немного лукавит. А в плане развития, ну, почему нет, мне видится... Артем, рынок переполнен или есть свободные ниши? Я считаю, что рынок заполнен. Вот мое личное мнение такое, что открывать новый какой-то СТО, новое, я не вижу там, что там будет супер наполняемость. Во-первых, кто будет там работать, если все грамотные люди, они уже, в принципе, устроены. Кадровый голод, о котором мы говорим. Конечно, это в первую очередь то. Купить можно любое оборудование, любой станок, любой компьютер. Можно его купить. У нас купят, это есть люди, которые обеспечены, которые могут супер создать сервис, условия, да, все. Но кто будет на этом работать? Кто будет на этом работать в станке, если персонал не грамотен, например, у нас нету человека, которого туда поставить можно? А потребности, запросы самих автолюбителей, то есть мы с персоналом уже поняли, там найти помещение, в общем-то, не проблема, да? Да, вот набрать людей, которые будут работать, проблема. А вот все-таки мы говорим о тенденции снижения покупательской способности в последние долгие годы. И если есть наполняемость полная, то, значит, кому-то там, кто-то уже ищет, вынужден найти, искать это место для ремонта. Если где-то прибыло, значит, где-то упыло. Логично. Но если задастся цель у нас отремонтировать автомобиль, я думаю, вы не испытаете проблем никаких, опросив своих знакомых и обратитесь по сарафанному радио, это же все на услуху и так далее. То есть проблем не составится. Владимир, рынок переполнен, заполнен, свободен? С нашим рынком все. Может быть, чуть-чуть интереснее. У нас, мы очень сильно ориентируемся на Минтранс и ставим оборудование, например, тахография, мы ориентируемся на приказы Минтранса. И если тахограф и сейчас нужно ставить по тем или иным приказам, то, когда выходит какой-то новый приказ, 36-й, сразу всплеск спроса. Вот она, золотая жила. Если бы рынок, да, действительно чуть-чуть поднимается на тот или иной продукт, и он поднимается, причем совсем не сильно. А вот сервисов на эту тему пытаются зайти на рынок сразу огромное количество. Вот был всплеск в 2014 году, тахография. Рынок чуть-чуть поднялся, а тахостанции в Кирове рядом с нами тут же открылось еще 13 штук. 13? Да, ну они, конечно же, сейчас их уже нету, но вот люди... То есть в моменте отработали, да. Причем они не отработали, они слышали тахографы, они слышали, что кто-то где-то кого-то штрафует. И они сразу заходили в эту тему, потом они сталкивались, что там оказывается огромное количество лицензий нужно, специалисты должны быть сверхсерьезные. То есть все эти требования Минтранса, они относятся в первую очередь к нам, к тем, кто ставит это оборудование. И они заходили, вкладывали все оборудование, потом так, ой, а бумажки не хватает. Ну и закрывались. И вот такие волны у нас бывают, но мы привыкли. Давайте поговорим все-таки о потребительской способности ваших клиентов сейчас. Чувствуете ли вы, что она там падает или сильно упала? Может быть сейчас стагнирует как-то? И на чем экономят тогда ваши клиенты, если вы это видите? Ну, наверное, наша компания находится сейчас вот в самом своем развитии, поэтому ни о какой там деградации, стагнации клиентской активности у нас не намечаться. Наоборот, каждый месяц мы испытываем рост, мы движемся вперед, поэтому наши перспективы я вижу только сейчас радужными и очень стабильными. Если мы будем говорить о каждом отдельном клиенте, не об их количестве, а о каждом отдельном персональном клиенте, люди стали экономить на техобслуживании? И пристальнее всматриваться в ценники? Да, или нет? Я бы не отметил такую тенденцию, все-таки на первом месте идет качество. Всегда мы отталкиваемся от качества. Артем? Ну, я бы уточнил немножечко. Качество качеством, но фронт работ, который готов оплатить кошелек клиента, он немножечко сузился. Когда было время легких денег, когда был просто бум по продаже машин, по всем, по всем, по всем, вообще показателем полностью, немножко было другое отношение к автомобилю. То есть, если что-то чуть-чуть, там уже нюансы какие-то по нему были, всегда все меняем, все самое лучшее, все самое только премиум. Все. Сейчас уже немножечко ситуация поменялась. Если у меня деталь ходит, мы сразу говорим, что она у вас уже в каком-то легкой, например, неисправности, но вы еще поедите, большинство клиентов говорят, ребята, давайте оставляем и меняем только в первую очередь то, что уже все плохо. И неважно, какой категории автомобиль, высокая, цена, низкая. И сейчас, в данный момент, считают все, без разницы, на чем ты приехал. На машине иди за 7 миллионов или за 700 тысяч, все считают деньги. И такая тенденция сохраняется. Она ведь не сейчас появилась, да, вот уже в последние несколько лет. Нет, это последние несколько лет. Ну, это в 2014 год, наверное, все-таки надо отметить. Тот самый черный вторник, который потресл нашу страну. Отсюда ведь все и началось. То есть, началось, я тогда еще работал в дилерском центре. Первый удар был по дилерам, то есть, автомобили выросли в цене. То есть, там, ну, в полтора буквально раза, то есть, за год, а где-то и в два цены стали превышать. Отсюда у дилеров появилась необходимость зарабатывать. Стали расти цены на сервис. То есть, свои, так называемые, дворцы приходилось как-то окупать, содержать. Ведь персонал, он не дешевый, плюс и штаты не маленькие. И вот я бы отметил 2014 год, наверное, как переломный момент. И до перерыва еще успеем на один вопрос ответить. Вы видите отток клиентов из дилерских центров и приток, например, в частные сервисы или нет? Все-таки дилеры сохраняют свою клиентскую базу. Ну, я думаю, что дилеры, они применяют максимальные механизмы, которые рассчитаны на сохранение. То есть, это очень большие скидки и лояльность, когда у тебя машина уже после гарантийный период уже входит. И они стараются максимально задержать клиента. Михаил? Постгарантийный парк у нас увеличивается. Приверемся на короткую рекламу и поговорим о такой тенденции рынка, как вымывание с рынка индивидуальных сервисов и заход федеральных сетей, да, многофункциональных, комплексных станций. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Легко ли развивать бизнес на ремонте автомобилей? Тема сегодняшнего «Разворот на бизнес», а в первой части названия мы говорим о сборе всех частей, поэтому мы вот представили такой широкий спектр услуг сегодня у нас в студии. Есть непосредственно ремонт автомобилей, есть предоставление возможности купить запчасти дополнительно к этому. Или в первую очередь дополнительное оборудование установить. И заговорили о такой тенденции, которую тоже обозначают специалисты. Это, во-первых, усиление конкуренции на рынке, а во-вторых, уменьшение числа гаражных мастерских и даже просто индивидуальных сервисов и развитие федеральных сетей или комплексных станций техобслуживания, которые все предоставляют. Мы перед программой, даже просматривая, обнаружили, что в Кирове действуют или только что вошли сетевые федеральные какие-то автосервисы. Понятно, что по франшизе, понятно, что люди там работают, наверное, местные, переманенные с других сервисов. Мы не смогли дозвониться до разорганизаторов. Такой есть, тот, который был у нас в такси, в ритейле, он идет постепенно и в автосервисы тоже. Да, как вы оцениваете этот тренд? Действительно, он сейчас наметился, а может даже не наметился, а захватывает рынки региональных тоже сервисов. Потому что в Москве мы видим очевидные такие тоже признаки. Ну, я бы даже, наверное, не отметил, что и для Москвы это пока очевидные признаки. Это на самом деле только начало. В Кирове же, как вы правильно отметили, это франшиза, которая входит, это такое же кировское предприятие, которое берет франшизу и работает под этим брендом. Поэтому для себя, то есть оказывая весь комплекс услуг, то есть то, что мы делаем, на данный момент каких-то опасений, какого-то риска, если честно, я не вижу. Так как все-таки создан тот необходимый пул клиентов лояльных, с которым мы работаем, которыми мы дорожим. — Объясните тогда, Михаил, пожалуйста, зачем вот автосервис, который вот кировский автосервис, он существовал, и действительно мы постоянно видим, как в любом другом виде бизнеса. Кто-то исчезает, кто-то закрепляется, кто-то на ладом дышит, на что-то рассчитывает, кто-то рассчитывает на то, что если он встает под федеральным брендом, то что-то изменится, что-то меняется в этом. — Ну, наверное, люди все-таки хотят получить какие-то дополнительные инструменты, то есть что сейчас разработано, какие-то рельсы, то есть вот хотят встать на рельсы те, которые уже отработаны. Вот для себя же я уже говорил, то есть я представляю бизнес весь в разрезе, этот автобизнес, ну много уже, 15 лет прошло, я кручусь здесь. Поэтому купить рельсы, платить за это роялти какое-то, ну, наверное, для меня сейчас, ну, это путь в никуда. Плюс, ведь вы не забывайте, федеральная франшиза, зайдя, она привяжет меня к каким-то объемам. Я буду обязан у них выбирать что-то, я буду обязан у них учить персонал. Не я выбираю, где учить персонал, как учить, на чем учить, а меня поставят на эти рельсы, и я должен четко следовать им. Поэтому, ну, если мое мнение, я каких-то объективных плюсов сейчас от этой франшизы получения в Кирове не вижу. Артем, вас пугает то, что начинают федеральные сети заходить в Кирове? Меня особо не пугает эта тенденция, скажем так. Ну, во-первых, почему не заходит, это, скорее всего, просто ребридинг каких-то кировских автосервисов, которые, скажем так, уже либо совсем все плохо было, либо еще какие-то нюансы были, поэтому они решили идти под крыло-сильные компании со стороны, так и смотрится. Но общаясь по этой же франшизе, конкурентов надо знать в лицо, и поэтому я подошел, переговорил, вот когда мы были на выставке в Москве, я говорю, ребят, конкретно ваши предложения, что вы предоставляете нам, какие плюсы, что мы будем от этого, скажем так, иметь? Он говорит, первое, что упирали, это качество обслуживания клиентов. Я говорю, хорошо, как это будет заключаться? Поставим прослушки на телефон и будем сидеть и слушать, как у вас там мастер общается с клиентом. Я говорю, а еще-то что? Ну, можем два раза прослушать. Вот, вот я говорю, ребят, вы мне обучите персонал, мне приемчики. Мне главное, чтобы техническая часть была сильная, чтобы техники были грамотные, классные парни, которые могут это ремонтировать, и все, клиент уехал на отремонтированном автомобиле. Нет, это мы не делаем. Ну, вот за персоналом мы следить будем прямо вообще а-та-та. Ну, разве там это надо? Нет, ну, Артем, согласен, они предлагают инструменты, которые изобретены 10 лет назад. Это все уже изобретено. Ну, я считаю, это немножечко у нас сервис, у нас самое главное правило, чтобы качественно, грамотный был ремонт. Я согласен, нет, они предлагают тебе идею-то, но это все уже 10 лет назад, все правильно. Мастеров, почему не слушать? Их надо слушать. То есть ты должен смотреть, как они общаются, это верное решение. Мы приходим к тому, что это просто название, это визуализация, это проверка качества обслуживания. Совершенно верно, маркетинговые инструменты, которые просто, да, они... Через час пика сервиска высказались по этому поводу, теперь автокомфорт, пожалуйста. Заход федеральных сетей, как тренд наметился ли, видите ли вы его не только в России, но и в Кировской области? У себя на рынке, да. Я, соответственно, у меня у самого есть франшиза, автокомфорт, и она выходит в другие регионы. Как раз сейчас мы занимаемся этими проектами. Но это ваше... Это наш франшиз, именно, да, и поэтому мы выходим уже дальше. И как раз, да, я понимаю, в чем есть, соответственно, и подводные камни, у любой франшизы, в чем, соответственно, есть и плюсы, и минусы. И да, действительно, соглашусь, это инструменты, очень многие, например, по лояльности или по какому-то отношению к клиентам, которые изобретены дилерами, например, 10 лет назад. Это действительно так. Но небольшие сервисные центры, они не знают, как это делать. Кстати, есть специалист, который 15 лет на этом рынке, он действительно знает всю эту кухню. И есть ребята молодые, которые только заходят, у них нет возможности, наверное, узнать еще все это. Как нужно относиться к клиенту, как нужно обслуживать его машину, как нужно принять машину, как сдать эту машину, как надо общаться и как улыбаться, в конце концов. И что подарить вместе с машинкой, когда вы ее отдаете. И да, для специалиста такого серьезного уровня это элементарно. Для ребят с ВУЗа, СУЗа и так далее это почти невозможно где-то взять так сразу. Вот у нас оптимистичный такой настрой у наших гостей. Они не ожидают, что их в ближайшее время федерал вытеснет с этого рынка. Ну, кстати говоря, может быть, этому еще и помогает какая-то психология местного жителя, я не знаю, там, кировчан. Или им все равно, собственно, под каким вы будете брендом. Главное все-таки, чтобы мастер был. Знаю Васю, знаю Петю, Артема, Мишу, Володю. Мне кажется, важно посмотреть на опрос. То есть люди стремятся, бегут не за ценой, и не за известным брендом. Люди бегут за мастерами. Если ты смог удержать и чем-то привлечь мастеров, и они у тебя не убегают в другие сервисы федеральные какие-то, то ты будешь... Ну, здесь, да, это работа со своим коллективом. То есть человек должен на работу вообще приходить с радостью. Вот это немаловажный фактор. Когда он приходит отработать у станка, там, от звонка до звонка, ну, это немного не то. Он должен приходить в коллектив единомышленников. Он вот идет, душа-то должна петь на работе. Неважно, там, ты гайки ты крутишь, там, или продаешь какие-то услуги, там, или песни поешь на работе. Ты все равно должен с удовольствием. Это очень важный фактор для любой работы, для вас, для меня, там, для коллег у меня. Песни могут петь и у федералов. К Артему вопрос. Раз ваш бизнес все-таки в основе своей был на запасных частях, продаже запасных частей, деталей. Вот сеть физических магазинов, она имеет перспективы в дальнейшем, или вы развиваете сетевые продажи? Через интернет. Да. Автозапчасти достаточно очень сложный, скажем так, такой сегмент. Их очень много видов, моделей, модификаций. Их очень много. На одну машину, которая вроде год выпуска одинаковый, модификация, модель, все одинаковое. Но на нее, мы живем в России, на нее сегодня ставят одну запчасть, через месяц ставят другую запчасть. Это очень тяжело отследить. То, что магазины и розничные сети будут существовать, я считаю, это так. Для России это так. Потому что нам надо прийти, посмотреть, покрутить в руках, посмотреть то ли это. Это всегда так. И уходить на СТО, это просто очень огромное материальное вложение, чтобы на складе было все. На СТО все никогда не будет. Будут необходимы расходники, масла, фильтры, колодки, драмазные детали, подвески, либо еще какие-то основные вещи, которые меняются в 80% случаев. Но полностью нюансы какие-то СТО содержать не будет. Это очень большое вложение. Еще один момент, который мы не осветили. У нас три минуты на него, и обязательно нужно об этом поговорить. Насколько жестко контролируются автосервисы, чем бы они ни занимались, согласно нашему законодательству, и как действуют контролирующие органы в этом смысле. Там ведь экологическая составляющая есть. Это автомойки больше. У сервисов обязательно есть автомойка, если ты занимаешься любым ремонтом абсолютно. И налоговые органы, пожарные МЧС сейчас активно. Насколько пристальное внимание со стороны контролирующих органов к сервисам? Сертифицируется, если там не касается установки тахографа. Сертифицируется, да. Обязательно. Сертификация существует, которая обязательно присутствует у всех крупных игроков на рынке. Это факт. Но контролирующие органы не дремлют, наверное, надо так сказать. Жесткие все-таки. О чем мы говорим? О понятном стабильном контроле, о давлении, о прессинге, а наоборот об ослабленном и довольно больном состоянии. У нас же очень сильно направлен закон о защите прав потребителей, и Роспотребнадзор. Вы относитесь к малому бизнесу, правильно? Ну да, к малому бизнесу. То есть там есть какие-то льготные периоды? Да, есть льготные периоды, и в налоговых, да, и в том числе с точки зрения налогов. Ну, скажем так, контролирующие органы не дремлют, но какого-то сильного давления с их стороны в настоящий момент, наверное, все-таки нет. То есть работать дают, развиваться дают. Новые законы какие-нибудь относительно вас принимают, которые там закручивают гайки или наоборот дают послабление? Ну, 18-й год, по крайней мере, не принес никаких неприятных известий. То есть, да, двигаемся, то есть как двигались, так и двигаемся. Да, Владимир... Ну и общество защите прав потребителей, я думаю, что туда же разговора не должно быть, чтобы клиент какой-то пошел куда-то жаловаться, либо еще что-то. Потому что все-таки самое главное качество продукции, продукции это тоже и услуги, которые мы осуществляем, это когда возвращается клиент, а не когда возвращается к нам по какой-то гарантии. Владимир, контроль в вашей сфере деятельности? Прессинга нет, но контроль есть. Правила жесткие, достаточно сложно исполнимые? Очень жесткие, потому что наша деятельность лицензирована, не только сертифицирована, но и лицензирована совершенно верно. Но прессинга снова же нет, действительно дают развиваться, дают, даже в чем-то помогают. Спасибо вам. Владимир Колпачников, коммерческий директор компании «Автокомфорт», Михаил Комаров, представитель автосервиса «Часпик» и Артем Печенин, представитель автосервиса «Серверска». Как говорит у нас Володя Сметанин в своей программе «Трасса 101», пусть количество выездов будет равняться количеству приездов. Сколько раз подбросились, сколько раз поймали. Хорошие дороги, но о дорогах, насколько они хороши, это уже в другой передаче мы поговорим. Разворотный бизнес завершен. Олег Прохоренко. Светлана Занько, мы прощаемся с вами. Спасибо, до свидания. До свидания.